приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сегодня на моем канале по на появится судя по всему новый формат в чем он будет заключаться я думаю что многие из вас кто смотрит вышивальные недели так так вообще все из вас знают что я сейчас провожу благотворительные распродажи проходит это все у меня в инстаграма длится эта деятельность уже где-то месяца два я думаю и наверное полтора до месяца полтора так полноценно на широкую ногу и за эти полтора месяца мы вместе с вами общими усилиями кто-то присылает какие-то товары то есть то что у них есть это могут быть остатки от наборов там нитки и схема это могут быть полноценные просто новые наборы которые люди передумали вышивать и готовы отдать их на благотворительность то есть кто-то присылает я все это перерабатываю пересматриваю фотографирую выкладываю продаю отправляю ношу на почту утаскиваю потом с почты посылки тут же с новыми наборами вот сегодня например мне нужно будет притащить с почты 15 килограмм завтра еще около 9 в общем такая не прекращающаяся вереница из получения и продаж и за полтора месяца мы с вами смогли перечислить на фонд поварность живым 166 тысяч гривен я думаю что это еще далеко не конец я надеюсь что моего усердия еще на некоторое время хватит хотя конечно это дикое количество времени я догадывалась что это очень много времени но даже я не думала что вот прям настолько много то есть сейчас моя основная деятельность это распродажа это не вышивка ну как-то как-то так и я выкладывала обзоры посылок которые мне приходят выкладывала в вышивальных неделях но оказалось что это занимает очень много времени если это все перепутывается с вышивальными неделями и мне посоветовали обзоры посылок выкладывать отдельными видео посмотрим что из этого получится первый раз я такое буду пробовать в общем эти видео вот в частности то видео которое вы видите сейчас это как такая реклама как такое промо к тому что будет в распродаже в ближайшее время я буду показывать посылки которые мне приходят более того я буду их распаковывать при вас я не буду знать в отличие от вышивальных недель я не буду знать что лежит в посылке и для меня это будет такой же точно сюрприз как и для вас мне кажется что это будет интересно все эти товары можно будет приобрести у меня на странице в инстаграм то я там точно так же называюсь как и здесь маринка прок в описании под каждым видео есть ссылка на мой инстаграм вот так вот у меня выглядит страница здесь у нас stories и собственно вот здесь вот в stories и проходят распродажи где-то раз в неделю я выкладываю 100 stories в один день то есть 100 100 товаров и они продаются на протяжении дня что не продалось здесь есть вот такая вот вкладочка распродажа нажимаем туда и видим меня эти товары которые не продались можем вот так вот поклацать и посмотреть что еще есть продажи вместе с ценами вот такая вот система так что все что вы увидите в ближайшее время у меня в распродажах в инстаграме можно будет приобрести поехали здесь посылка которая пришла несколько дней назад я думаю что где-то когда будет часик нас собираться посылок то буду выкладывать вам видео может полтора посмотрим и его будут смотреть те люди которым интересно посмотреть распаковочки значит от виты и забухова несколько дней назад пришла мне вот такая вот заготовка для вышиванки здесь к сожалению черно-белая картинка вот можно пошить платье от 44 до 56 размера и вот такой вот тут будет узор с маками с васильками мне кажется что будет очень красиво это получается рукав наверное да вот это вот мы видим рукав общем что-то очень красивое будет можно будет приобрести вот такую вот вышиванку вида спасибо большое и сейчас посмотрим еще одну посылку наверное единственную в этом видео которую я уже немножко вчера приоткрыла все остальные действительно будут я не знаю что там лежит так от татьяны из города лубны или лубны я не извините не знаю как как точно нам пришла вчера вот такая вот коробка я уже вижу что здесь есть журналы журналы на стуня и журналы вышиванка нужно будет все это тоже попересматривать журнала кстати достаточно хорошо продаются журнальчики так далее здесь у нас книга по макраме интересное интересно такой у нас еще не было книга вышивка крестом кстати такая тактильная очень приятная я так понимаю здесь общая какая-то информация по вышивке и есть также схемы где-то только что промелькнула симпатичная с где только что только что видела тушеванки вот тоже есть о смотрите какая симпатичная в общем будет вот такая вот книжечка а еще книжка украшение талисманы ручной работы я так понимаю это уже бисероплетение и не только из бисера тут и камни чего тут только нет еще одна здесь иконы ручной ки покровцы картины интересно здесь а здесь кстати бисером и нет ну не только бисером в общем тоже интересно так так давайте наверно как-то попробуем это в сторону отодвинуть а то я тут себе свет загородила тут огромная коробка здесь огромная коробка я так понимаю что с акриловыми нитками мне даже страшно доставать мне кажется я потом его не помещу назад посмотрите какие неоновые класс смотрите какая красота единственное что когда мне что-то похожее приходит мне вот недавно пришла коробка с этим шерстью для валяния и я тоже это все так смотрю в пользе как тебя оценить но я взяла весы передо мной эта распродажа ставит вообще столько интересных задач мало того что я какие-то вижу там наборы заготовки впервые какие-то фирмы вижу впервые хотя мне казалось ну у меня такая уже насмотренность то оказалось что нет слушайте как мне нравится снимать мне уже нравится снимать отдельное видео я могу с вами общаться и не думать о хронометраже в общем я что вы думаете я полезла на разные сайты смотреть там что это шерсть как она продается увидела что-то продается по граммам 50 грамм там стоит столько-то я взяла кухонные весы я повзвешивала эти моточки вот эти вот клубочки в общем очень интересно действительно задача передо мной распродажа ставит мне там написали что мы соберем до нового года миллион ну как бы сейчас страшно не звучало эта фраза до нового года осталось не так долго на самом-то деле каких-то два месяца если мы собрали ну дай бог соберем за два месяца 200 тысяч то вряд ли мы соберем миллион до нового года но это все зависит от вас ну и от меня конечно тоже в общем вот такие вот красивые красивые ниточки и тоже надо будет эту коробку кому кому-то как-то ее оценить и кому-то его так вот и вручить нести на новую почту как-то запаковать и кому-то поедет целая коробка красивых таких акриловых ниточек тут я так понимаю вкусняшки для меня спасибо большое я кстати таких тоже еще не видела еще вкусняшки здесь набор шармиков видите уже не так интересно когда я знаю что там лежит но я вчера чуть-чуть приоткрыла потом поняла что наверное таки нужно снимать отдельное видео здесь набор шармиков и чего здесь только нет он не какой-то тематический здесь вот все на свете тут вам и самолетик и собачка и якори гитара и какой-то дельфин и морской конек и какой-то перышко в общем слоник чего здесь только нет я не знаю по моему отправительница писала мне что что-то по моему усмотрению можно вкладывать в подарок в общем буду буду смотреть ну целая вот целая куча таких красивых шармах вот это вот тоже подарок тут у нас такое сердечко классное можно куда-то прицепить тоже бисероплетение и вот такая вот красивая брошь у меня как раз есть зеленое платье я думаю что на это зеленое платье это зеленая брошь как раз будет очень здорово спасибо вам еще раз огромная татьяна красота и я так понимаю что здесь у нас до дна одно у нас не близко но до дна здесь у нас бисерные заготовки здесь вот такие вот маленькие бисерных заготовок у меня уже огромное множество я так понимаю что у меня их уже где-то наверное ну штук 200 как минимум поэтому бисерная распродажа у нас будет отдельная отдельно вот отдельная распродажа целая только с бисерными заготовками я думаю что такую нужно провести не одну можете как-то по тематикам распределить в общем это огромный тоже кусок работы потому что пока они у меня лежат в огромной коробке просто вот все вместе так это фетровые игрушки от butterfly здесь идет бисер и двухсторонняя такая игрушечка вышивается сшивается недавно не такие были тоже очень быстро продались и здесь у нас давайте я наверное сделаем так давайте я наверное все таки коробку уберу потому что там действительно до дна заготовки насколько я уже понимаю и тогда вам будет несколько виднее здесь у нас иконы большие очень так давайте я все-таки на бисерных заготовках не буду как-то очень подробно останавливаться вот такая я так понимаю что это скорее всего парные и опять же не проходила через мои руки в жизни столько заготовок давайте вот это тоже уберем столько заготовок бисерных сколько проходит сейчас вот такая красивая знаете я на это смотрю 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 они через мои руки проходят там десятками и я сама уже вот так начинаю посматривать ну красиво хотя я уже настолько вся вся в крестике но мне кажется рано или поздно такая вот еще пара я думаю что рано или поздно все таки я соблазнилась я уже соблазнилась на бисерную эту юбку так и здесь такие вот маленькие схемки маленькие такие заготовки я вот думаю может быть их в подарок большим вкладывать здесь я так понимаю на религиозную тематику в основном кстати мне на днях должна прийти посылка от девушки написала что у нее был свой отдел я так поняла в рукодельном магазине и она пришлет вот остатки то он закрылся где-то год назад и она пришлет то что осталось там то что не распродано и там вроде даже будет с ценами что существенно мне упростить задачу потому что все цены я гуглю я не беру ничего из головы каждую вещь вот я ее берут я возьму вот эту вот книжечку я найду как она вышла называется или кто здесь и издатель этого всего дела прогуглю найду цену и установлю на нее цену то есть я ничего не устанавливаю никаких цен из головы наверное из головы было проще но но вот так вот так что все цены я беру в интернете так да я так поняла что тут целая целая компания схем на религиозную тематику тут какая-то пошла фантастическая метрика прикольная самое в этом всем занимательное это когда я вот так вот мельком вышивальных неделях показывала какую-то заготовку и мне пишут люди в инстаграм не дожидаясь распродажи но тут частичная зашивка не дожидаясь распродажей пишут марина я хочу купить у вас схему попугая прямо сейчас а у меня лежит так 200 заготовок я такая сажусь над этой коробкой думаю так схема попугая интересно где она у меня по магнитик на холодильнике такие помидорки тут очень-очень много этих схем можете может быть это нет ну вряд ли это магазин потому что тут нет нет цен на этом всем но очень похоже на магазин вот такие вот маленькие такие да конечно тут по-моему знаете в одной этой посылке на отдельную бисерную распродажу и есть так тут еще судя по всему парные к вот этим надо будет их тоже поскладывать ух ты что то тут у нас прикольная но это под вышивку крестиком красивый дизайн это по-моему дименшинс если мне не изменяет память красивый потом вот такой вот и так тут еще какие-то такие маленькие детские и вот такие вот наверное на какие-то небольшие подушечки но это тоже под вышивку крестом все коробка у нас с вами пуста спасибо вам огромное татьяна за такой ваш вклад и за подарочки буду это все фотографировать и пойдет на какие-то будущие распродажи ну что начало этого видео положено уже уже 18 минут ну я думаю что за на на этой неделе за первые четыре дня этой недели я думаю что я как раз таки насобираю на отдельное видео и возможно где-нибудь пятницу вам его и выложу пошла я на почту 18 килограмм ждут и не исключено что увидимся мы с вами буквально через полчаса и будем открывать еще две больших посылки к нам уже подбирается солнце как я и говорила буквально 15 20 минут поход на почту и я забрала две коробки сейчас откроем ту которая чуть меньше но тоже достаточно большая вот это наверное пятики да это пятикилограммовая коробка и потом откроем 10 килограмм это посылка у нас от оксаны из города жовква оттуда мне кстати еще никогда ничего не приходило и я никогда туда еще ничего не отправляла насколько я помню вообще опять же благодаря распродаже я столько разных городов узнала в украине которых я раньше никогда не слышала очень интересно прям когда ты делаешь эти накладные на новой почте прям прям страну изучаешь так открываем кстати у меня абсолютно безотходное производство в коробочках я потом тоже в случае необходимости отправляю заказы с распродажи так что у нас мы заботимся о окружающей среде так что мы здесь видим мы здесь видим вот такой вот пакет и что то я не припоминаю чтобы мне но если сейчас не окажутся остатки из магазина а судя по всему это не они пантик то сейчас будем смотреть что там что то так открываем по моему здесь остатки от наборов и какой-то новый набор ладно давайте по очереди потому что так здесь у нас вскрытый набор ухты какая подушка он открытый но такое ощущение что все на месте и он просто почему-то оттуда выпадает да он видно открыть сверху должен был открываться снизу и тут мешает немножко вот этот вот эти здесь есть ткань для задника подушки как туда руку засунуть где она лежит ага вот все все сейчас поправим кстати очень приятная ткань для задника такой вилюрчик все но я так понимаю нет нет скользкая какая история все я так понимаю что это новый набор просто вскрытый с конвой с нитками полностью с тканью для задника ну можно и в картину оформить но я конечно такую красоту оформляла в подушку так что тут у нас дальше здравствуй снова ты нужно проверить чтобы это действительно да вроде бы новый набор у меня к сожалению в предыдущий раз тоже были вот эти вот наборы по-моему это скана и озеро морейн они выглядели абсолютно как новые я по собственной беспечности безусловно это моя вина я не проверила и оказалось что людям пришли остатки к счастью мы смогли этот вопрос как-то за замять это не замять я благодаря еще одному хорошему человеку люди я предложила всем назад деньги никто не взял потому что ну это все таки донаты это благотворительность но все пострадавшие слава богу таких было по моему два человека получили подарки за 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 моральный ущерб но с тех пор я проверяю очень досконально если вот такой вот набор где не видно ниток я все открою все проверю потому что я больше не хочу так нервничать я себя ужасно чувствовала в этот момент я себя чувствовала такой виноватой что вы себе не можете представить там даже всплакнула вот потому что я представляю человек располучил человек расстроился ну а слава богу все все хорошо закончилось вот такие вот имбирные пряники мне кажется что это тоже новый набор видите вот ниточки лежат камельница я тоже по моему такого дизайна никогда не видела и судя по всему здесь нанесенный да здесь принт нанесенный то это вот фон задний он нанесен интересно поцелуй тоже судя по всему новый наборчик вас такие фламинго это надо будет проверить мне кажется что судя по всему он открывался но он новый да есть ткань есть нитки в общем я еще раз внимательно посмотрю здесь тоже нанесен принт вот эти вот фламинго на заднем фоне нанесены тут у нас ланарте какой-то смотрите какая красота девушка с лошадью и судя по всему это новый набор но да судя по всему вот равномерка нитки органайзер схема судя по всему это новый наборчик тут еще какая-то еще схема класс спасибо вам большое я всегда очень это очень трогательно когда люди присылают новые наборы я понимаю что человек мог мог сам его вышить человек мог его там продать и взять себе деньги понятно сейчас деньги никому не лишние но то что люди вот так вот жертву на благотворительность спасибо вам огромное сова это у нас схемка классные совы девушка и по-моему тоже новый набор вскрытый на новый короче я так понимаю что оксане было просто интересно заглянуть в каждый набор они вскрывались но потом откладывались тут даже смотрите есть ленточки есть эти собственно его легко открыть не закрыт перевернем чтобы ручка была сверху есть ленты раз два три 4 5 цветов есть двух размеров бусины здорово так залезай назад в свой домик такая вот будет девушкам так 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 что у нас здесь помялся ничего здесь у нас набор от land sweet тоже новенький зимняя сказка здесь по-моему должна должен быть крейник или ну или крейник или металлик если не изменяет память я так по по выставкам припоминаю что здесь должно быть что то блестящее такое думаю да вот такой вот набор который тоже можно в картину можно в подушку будет заклеить дизайн и тут по моему пошли смотрите я смотрела на этот набор я никак не могла на него решиться потому что это гобелен он открытый поэтому я я с вашего разрешения которого я все равно не могу вас спросить потому что вы посмотрите я думаю это видео через несколько дней я залезу потому что мне очень интересно он все равно открыт я думаю ничего этот особо не порушу вот так вот выглядит схема такими участками немножко похоже кто раскрашивал раскраски по номерам вот очень похоже выглядит такие участки огромное количество ниток посмотрите на это смотрите какая хапка и нитки такие вот толстенькие так странно смотрится слушайте такие привычные органайзеры дименшинс и с такими толстенькими нитками смотрите какой класс и с этой стороны такие торчат такие толстенькие кончики до всего прикольно так и здесь у нас стромин с нанесенным рисунком так и там иголочка стромин с нанесенным рисунком вот так вот он выглядит 31 цвет и каким-то образом поэтому надо ориентироваться я вышивала когда-то на стромине от фирмы черевныца я вышивала подушку такая вот иголка даже по моему две подушки ну в общем как то вышила но мне было если честно тяжеловато по стромину ориентироваться так кладем схемку ну очень интересный набор судя по всему хозяйке тоже было интересно посмотреть может быть его положить ладно заклеим я просто хочу как то это все обезопасить чтобы оно не повыпадало в общем такой красивый дизайн я бы наверное его тоже в подушку делала так давайте наверное немножко это все отставим так что тут у нас дальше начатый набор такая сова надо будет посмотреть насколько он тут начат я говорю надо будет посмотреть и сразу начинаю понимаете раз это самое раздирать так как это надо там скотч причем очень хороший скотч но мне все равно его надо было бы открывать чтобы сфотографировать потому что если набор не новый то я достаю вот прям все комплектующие раскладываю на фотофоне и снимаю так начатый набор у нас выглядит вот таким вот образом то есть тут буквально чуть-чуть начато интересно так смотрится смотрятся шерстяные нитки такие пухленькие крестики такие ровные смотрите красивые крестики я думаю что тоже найдет своего будущего хозяина и красивая канва сейчас это все будем фотографировать я уже поняла что залог залог относительного успеха это фотографировать все в тот день когда оно пришло основа схемы образцы ниток третий раз уже по моему у меня в распродаже вот это вот так а слушайте оно так хорошо закрыто что даже и не скажешь что открывался но явно же открывался видно хороший клей тут у Dimensions это дизайн который я тоже вышивала это колибрии фуксии и здесь есть образцы ниток вот так вот они выглядят тут две планшетки вот вторая и оригинальная ткань вот тут ткань это печатный крест крестики розовым и зеленым нанесенные нанесен фон и вот такая должна быть красота я уже продавала по моему схему от своей потом кто-то присылал мне тоже кстати ткань то есть уже не первый человек не исключено что после моего видео не решается вышивать по оригинальной ткани но конечно процесс это некий труд зато мне очень нравится на этой ткани результат как это в итоге выглядит поэтому я бы все таки наверное вышивала на оригинальный остатки ниток и схемы вот такой вот иконы гувернерную ниток много и посмотрите сколько металлика вот это все блестит красота такие кто это у нас ягодки не ягодки остатки ниток и схема почти почти дарыли до дна остатки ниток и схемка тоже тоже красивая такая подушка с птичками с птичками и там у нас дименшинс дименшинс так ну я думаю что это просто схема да кстати интересный способ хранения этим скрепкой сверху я тоже что-то подобное пытаюсь устроить но оно понятное дело выпадает а вот скрепка и не выпадает такие вот два сапожка только схемки и ключ там еще что-то лежит о вот этот красивый кстати я еще ни разу не держала о еще одна скрепка я еще ни разу не держала в руках новые наборы дименшинс которые вот в такой вот белой упаковке мы с вами привыкли к такой черной а новая вот такая беленькая я знаю что многим не нравится но я даже не знаю мне кажется в этом что-то есть здесь тоже у нас схема да красивый и что-то тут у нас еще здесь у нас от волшебной страны кстати схемка и заготовка иголки интересные я уже говорила в каких-то видео я понимаю что это не мне 99% этого не мне это все на продажу но у меня такое ощущение когда я распаковываю эти посылки что я распаковываю какие-то подарки на Новый год это реально очень интересно так вот такие вот уголки у нас тут есть такие вот длинные для вышивки бисером и две пачки коротеньких интересно какие длиннейшие иглы так тут я уже вижу еда так пакетик у нас пустой шоколадка спасибо большое еще две в зал мне нужно записываться чем скорее тем лучше и тут от вот такого набора тоже схемка недавно тоже такая продавалась и быстро продалась оксана спасибо вам еще раз огромное давайте я еще раз затяну это все в кадр посмотрите сколько всего нам пришло спасибо вам большое за ваш вклад в нашу распродажу не часто со мной такое бывает но только что я не нажав на запись начала распаковывать коробку да и на старуху бывает проруха в общем от Татьяны из города Кривой Рог это десятикилограммовая наша посылка и я достала оттуда вот такой вот огромный пакет это честно все что вы пропустили я в него еще не заглядывала я просто достала и когда хотела убрать коробку поняла что не нажала на запись вот так снимаешь десять лет а потом с тобой такое происходит что-то мне подсказывает что это все бисерные заготовки да и это наверное наша посылка из магазина давайте посмотрим такие елочные украшения да это все видите такие заготовки с нитками кстати стоит уже цена вот просто любо дорого вот перефотографируй просто выставь и все такие вот я так понимаю здесь наверное без ниточек да для вышивания понадобится мулине такой страмин даже написано канвас нанесенным рисунком это больше похоже на какой-то страмин вот такие это наверное схемка да цветная схема для вышивки бисером или мулине так это уже пошла чисто вышивка бисером хотя здесь есть кстати схема бумажная тоже что очень удобно как мне вот эти фотографировать наверное их надо будет каждый доставать скорее всего да так давайте тоже куда-то в сторону а то она разъезжается так здесь у нас тоже цветные схемы кстати схемы по-моему без цены надо будет посмотреть на сайте производителя я даже не видела что у фирмы ВДВ выходили вот такие вот схемы без ниток просто схемы алмазная мозаика вот интересно такие букеты еще такие заготовочки и судя по всему все остальное это у нас с вами бисерные заготовки тут с этой одной посылки тоже можно провести отдельную распродажу давайте я даже не знаю мне страшно это доставать потому что здесь их наверное тоже несколько сотен заготовок ну как то я надеюсь что как у меня много зрительниц которые присылают бисерные заготовки я надеюсь что у меня найдется также много зрительниц которые вышивают бисером которые эти бисерные заготовки приобретут так вот это вот все нет тут уже что то другое пошло вот это вот все я так понимаю иконы посмотрите целая целая стопка да это все иконы так это что то интересное вышиванка водорастворимый флизелин то есть это куда то крепится такие узоры интересно обложки на паспорт от Верены бантик с яблочным спасом заготовочки от ВДВ кто там пишет активно еще флизелин так это положим к иконам тут судя по всему комбинированная техника тут всякие шовчики разные одна картинка все виды швов и вот здесь описано что там есть интересно так это у нас тоже иконы будем их как то отдельно откладывать абрисард тут холст под вышивку бисером такие цветочные ну красивые мальвы тоже от ВДВ так там что то еще какие то игрушечки тоже цветы в общем я надеюсь что я когда я когда получаю такие посылки ой тоже красиво я начинаю немножко сомневаться в собственных силах по возможности продажи этого на козинку похож я обожала в детстве этот мультик про домовенка Кузю я надеюсь что я справлюсь честно вам скажу но вы представляете что каждую вот эту вот заготовку ее нужно сфотографировать и каждую выложить распродажа один день это 100 сторис ты не можешь выложить больше чем 100 сторис потому что если ты выкладываешь 101 то первая удаляется такие вот игрушки а это что это игольница можно вышить и сшить и посмотрите что делается да мне кажется что все остальное это у нас бисерные заготовки кажется я в этом уверена такие рушнички разные пасхальные еще маленькая тут какая-то такая авторская канва кстати тоже от ВДВ это судя по всему тоже шовчиками да декоративная подушка техника полтавская гладь какая-то вот такая вот техника никогда ничем подобным не вышивала но судя по всему в такой же технике подушка с пингвином тут просто бисерные заготовки Алиса 18 плюс сапог носочек новогодний прикольный вышивается только этот санта маленький и есть уже задник снова 18 плюс какая пошла интересная тема такая осень эть большие пошли уже прям такие большие картины а тут есть и средние в общем да надо будет я думаю как-нибудь я думаю что нужно будет ой еще одна такая же надо будет делать перерыв между обычными распродажами и проводить бисерные мужчина меня преследует проводить бисерные потому что это все это все добром не закончится у меня уже тоже такое ощущение знаете как есть вот интернет-магазины и есть шоурумы то есть ты можешь прийти как такового оффлайн-магазина нет но есть шоурумы ты можешь прийти и посмотреть себе повыбирать что тебе нравится вот я уже знаете подумываю о том что неплохо было бы сделать в себя дома что-то подобное вот чтобы люди просто приходили и выбирали себе давали денежку не надо было выкладывать это все в интернет такая вот красивая подушка голубо-золотая будет аист единорожки еще одна такая уже жидкая была зимние алые паруса красивые еще кораблик еще мальвы по-моему мы такие уже видели с вами красивые я очень люблю когда много зашивки здесь много будет зашиваться волки я когда вышивала бисером старалась всегда брать полную зашивку вот и опять подушка спасибо вам огромное татьяна я очень сильно надеюсь что я справлюсь что я смогу все это направить на доброе дело даже не влезет в кадр я заняла всю кухню я надеюсь что я смогу это все постепенно конечно не за раз и не за два и возможно даже не за три но я надеюсь что я это все в какое-то хорошее русло направлю и все эти заготовки найдут своих новых хозяев это снова я и уже следующий день я получила еще две посылки и судя по всему пойду сейчас на почту получу еще как минимум две как максимум три в общем сейчас пойдем забирать значит в таком конвертике для документов от Натальи из города 1 мая открываем но я знаю что там это тот случай когда я догадываюсь там набор да здесь у нас набор вот такой вот рецепт счастья такой как доска для мела черная и по-моему это даже новый набор скорее всего думаю да надо будет проверить ну в общем спасибо огромное вам Наталья пойдет в дело и сейчас давайте попробуем с вами открыть огромную посылку я даже не знаю как мне это если честно поднять нести ее в сумке было легче так я подняла ее с пола знаете ли я на половине пути к успеху так но вам все равно не очень что видно но она вот пожалуйста и что-то мне подсказывает что вполне вероятно что это у нас посылка либо из Италии либо из Испании я вам рассказывала что мы ждем и оттуда и оттуда здесь у нас отправитель написан какой-то Дмитрий Аркадьевич и по-моему вот этого Дмитрия Аркадьевича мне уже что-то приходило так что с большой вероятностью это посылка из Испании ну давайте не будем гадать а будем открывать и смотреть разрезаем представьте сколько я так 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 ждала и не открывала ничего я очень надеюсь что я тут найду какое-нибудь письмо слушайте здесь все так спаковано еще могу чуть-чуть отдалить вот смотрите что у нас здесь делается здесь все по вот таким вот конвертам и конверты подписаны ну судя по всему я так понимаю что да это что-то из-за границы но сейчас будем смотреть так конверт на котором написано остатки и посмотрим от чего остатки тут у нас есть так открываем здесь наборчики кристалл арт пакетик в пакетике в пакетике наборчик от кристалл арт даже подставочка есть нитки и вот такие вот мишки здесь по-моему тоже а или сейчас давайте я так взгляну нет это по-моему один набор вот такие вот мишки мишек можно вышить а и по-моему вот от такой вот гитары я такую даже не видела никогда если я в полотенце на голове буду отражаться в каком-то в каком-то доборе знаете я в ожидании отключения света у меня было это безвыходная ситуация так хорошо давайте я сразу буду это складывать куда-то потому что если я это все буду просто откладывать в сторону я потом не разберусь так так здесь у нас вот такой вот котик с мышкой тут петушок овечка по-моему по-моему здесь тоже на отдельную распродажу такой малыш вот яблочко таких я кстати тоже не видела классные такие детские тоже с остаточками я что-то начала в своей жизни применять слишком много уменьшительно ласкательных слов сразу складываем ну очень здорово что все подписано это я думаю мне очень упростит фотографирование этого всего так давайте я буду откладывать в сторону а оно все же было еще в большом пакете так и здесь у нас остатки на второй отшив остатки на второй отшив может не хватить ниток если вот эти знаки припинания читать то вообще хорошо такие баночки мышка и птички здорово это мы только это мы только взяли то что лежало сверху так поехали дальше вот этот вот вот этот вот пакетик не отвлекаемся меня очень привлекает что у нас здесь есть у нас есть вот такая вот рамочка похоже очень на металлическую но на самом деле пластика ой даже с этим самым с подставочкой с ножкой можно какую-то маленькую вышивку туда оформить здесь что-то мне подсказывает что да здесь перфорированная ого наверное девушка которая это прислала заменяет во-первых наверное девушка которая это прислала вышивает много мелхила начнем с того и во-вторых заменяет перфорированную бумагу на ткань в общем потому что здесь посмотрите и белая и коричневая синяя и красная и зеленая запасы перфорированной бумаги возможно кстати знаете для чего я это буду применять мне часто присылают остатки от наборов мелхилл либо просто схема либо схема там с нитками либо схема либо схема с нитками либо схема с нитками с бисером тоже было и я думаю что можно туда просто вкладывать человеку вкладывать кусочек перфорированной бумаги так а тут что-то маленькое и тяжелое и я уже знаю что это прощупывается да это магниты из этого всего я могу сделать вывод что девушка которая это вышивала я все-таки надеюсь что рано или поздно так или иначе там найдется какое-то письмо потому что мне очень удобно что я даже не могу сказать имени человека от которого это пришло из страны ну в комментариях конечно выяснится но хотелось бы как-то по ходу дела все-таки это знать это как-то не очень не очень красиво получается в общем она судя по всему не только перфорированную бумагу заменяет но еще и не пользуется магнитами а делает наверное ай гениально было с моей стороны делает эти подвесы скорее всего из тех сюжетов получилось которые должны быть магнитиками смотрите как это все компактно получилось так складываем назад и переходим к следующей части что у нас там давайте отдельно отложим это я волнуюсь за перфорированную бумагу тоже остатки я вижу там нему остатки вот вот такого вот а а вот что-то мне сейчас подсказывают что это не остатки это похоже на новый набор только нитки другой стороной лежат и просто нет основы по-моему тут так кто мне там что-то пишет кто-то хочет что-то купить хорошо не отвлекаемся мне сегодня надо еще отправок сделать по-моему 7 или 8 штук мне кажется что это просто без основы но нитки новые в общем надо будет открыть посмотреть и тут у нас не мю в большом количестве с яблочком такая фея и вот такие вот два маленьких класс так складываем назад мы уже столько всего с вами посмотрели а ощущение что где-то в каком-то обозримом будущем есть в этой коробке дно пока не появляется так ага угу посмотрите какая стопка бумаги что-то мне подсказывает что это как раз таки схемки мелхила так смотрим что тут у нас что тут у нас да смотрите как они переложены видите что делается и это вот таким вот образом превьюшка схема так что видно да превьюшка схема в таком вот разложенном виде вкусняшки вкусняшки это ж в принципе ну мне кажется перфорированной бумаги чуть чуть меньше чем чем здесь этих хотя кто знает это ж если есть ой я себе кстати хочу такое заказать яблочко я такой и такую грушу да я себе я они у меня да что у меня с утра с этим артикуляционным аппаратом я продавала такие новые и продала представляете не не себе продала а кому-то другому теперь сама такие хочу книжка конфета ангел еще ангел ага разворачиваемся и дальше поехали я вот такого даже не видела мешок санты с пришивными то есть отдельно тоже вышиваются элементы отдельно пришиваются и такого я не видела шубка санты перчаточки санты короче можно этот носочки санты можно собрать целый этот гардероб санты так еще переворачиваем повар тут у нас я так понимаю да серия со стиговичками ну человек вышивает много мелхила даже гораздо больше чем я надо мне это подтягиваться потому что я мелхил очень люблю такие вот у меня есть по-моему вот эти вот все а вот такую вот я тоже вышивала и такую она вообще очень красивая в готовом виде хотя большая часть мелхила очень красивая в готовом виде такая веточка я такую тоже кстати не видела почему-то в продаже не обращала внимание это какого года 2011 вроде не такой старый письмо а марка машинка кормушка такие тоже вышивала колокольчики звоночки эльф и схемка посмотрите что у нас в итоге получилось вот такая стопка и схема что тут у нас а вот я поняла ух ты тоже красивые и тоже я почему-то не обращала на них внимание действительно очень красивые такие игрушки вот дизайн воркс надо будет поискать слушайте просто клад так а что здесь лежало ладно у меня начинают освобождаться какие-то пакетики просто клад для любителей милхила другой вопрос каким образом это все то есть это наверное отдельными надо будет либо отдельными stories буду выставлять либо буду объединять по несколько штук как там было помните вот эти вот вещички санты с носочками с шубой с чем там еще было этими варежками буду просто объединять так здесь у нас что-то новое интересно интересно какие-то волшебные страны я стараюсь сдерживаться и пока вот это вот все распаковываю не анализировать следующие пакеты так я прям даже вот так вот сделаю мне само интересно слушайте мне кажется что я вот двигаюсь постоянно и трусь об коробку надеюсь что оно там вам нормально по звуку я мне нравится вот так вот распаковывать и не знать что в коробке это очень интересно ух ты набор был начать распустила какой интересный очень интересный так вот вот такое вот и тут судя по всему прощупываются вот эти вот ягодки которые в центре должны быть такая мельница у меня такая тоже продавалась остатки продавались я даже помню кто у меня купил ее человек которому а это вы в отдельном видео увидите в будущей вышивальной неделе человек которому достается в подарок а хотя нет не буду все 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 вдруг этот человек раньше посмотрит хотя этот человек мне не смотрит ну ладно слушайте вот эти тоже можно парой красиво хотя посмотрим ай такой вот дизайн елка классная а здесь у нас что а здесь маленькая елочка но тоже хорошая такая качественная так здесь судя по кораблику что-то мужское да маяк но кораблик конечно ну тут я думаю тут одну вот эту вот линию ее можно и подкрасить красивый цветочки осенние осенний цвет здесь божья коровка и два маленьких не только у нас судя по всему в магазинах лепят вот так вот наклейки прямо на непосредственно да новый непосредственно на сюжет то есть торчат чьи-то ноги я так подозреваю что все-таки эльфика надо будет как-то аккуратно отклеить чтобы сфотографировать класс вот эти вот я если честно вообще не видела вот эти вот две как-то как-то оно прошло мимо меня ну очень интересно пакетик от волшебной страны такой укороченная версия я не обратила сразу внимание так помещайся а то я потом что-то что-то тайно путаю так ну что дальше с вами пойдем по большим пакетам или по маленьким я вот думаю что наверное давайте вот сюда потому что здесь у нас схемы милхила то есть отдельно вот мы смотрели это были схемы маленькие а здесь у нас судя по всему схемы большие тут просто да просто схемки тоже снеговики ой а здесь два вот такого я вышивала вот такого у меня кстати нет такого тоже вышивала танцующего снеговика вот такого у меня нет почему тут этих голубеньких вообще вот такой есть такого нет с собой надо будет подумать ой тут тоже еще один такого у меня тоже нет сантик с кардиналом еще один такой прикольный а и снова таки два два ангела и еще один их я так понимаю в серии всего три можно будет их точно вместе фонарики мне бы уже очень интересно было посмотреть на страницу в инстаграм девушки которая все это прислала такое количество вышитых работ точно такой же как был новый кораблик и с наяком только схема носочки ламы и медведи класс я только вчера думала провела вчера распродажу и думаю ну в принципе я уже так как-то не настолько отстаю в распродажах от тех посылок которые мне приходят но чувствую я чувствую как это сказать господи отставание увеличится так ну что пойдем по большим здесь здесь по моему два наборчика новый но открывала и остатки они они решили держаться вместе хорошо новый но открывала такая машинка и вот остатки от такой машинки можно будет тоже вместе можно тоже вместе так я думала что я их даже положу уже без пакетика но еще если что далеко тут можно было с одной этой посылки снимать отдельное видео сюда так немного потрепанная схема домашними животными можно составить знаете этот портрет рукодельницы мы уже знаем что она вышивает теперь мы еще знаем что у нее есть домашние животные надо будет открыть посмотреть что там домашние животные благодаря вот этому набору мы узнали что есть домашние животные благодаря вот этому набору мы узнали что это кошки вот это кошки Ну посмотрим, короче Какой там беды кошки наделали Но Дизайны вот эти очень красивые Такой ангел Тоже второй раз у меня будет уже Продаваться Так, здесь Вот такие вот были Я таких, кстати, тоже не видела Здесь, видите, пушистые такие элементы На каждом, тут снежок пушистый А, здесь везде снежки Просто здесь он большой А здесь вот такие вот маленькие у каждого в руке Интересные Такая сова И феечка Так Сколько всего Можно узнать про рукодельницу Так Откладываем Это, судя по всему, новые наборы Давайте вот это посмотрим Ой-ой-ой 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 А вы вот как решились Вот это Прислать канцелярскому маньяку У меня сейчас просто какой-то этот самый Канцелярский восторг Хорошо Вдохнули-выдохнули Держи себя в руках Ты серьезный взрослый человек Ой Тут все становится интереснее Интереснее Здесь какие-то пробники Какие-то масочки Какие-то масочки Прикольно Надо будет подумать, как их применить Интересно Так Полежите тут Дам еще что-то Какие-то тоналки, судя по всему И Просто Ай-яй-яй Посмотрите Секретовые ручечки Я, кстати, думаю Что их можно вкладывать Как эти Как сувениры Я очень люблю в каждую посылку что-то вкладывать У нас Я думаю Вы помните Наталья Присылала Наборы Из чехольчиков И маячков И Заклады для книг Вот Чехольчики с маячками закончились Почти Там еще пару штук Но там нужно немножко их Довести до ума И Эти Почти закончились Закладки Но Во вчерашнюю распродажу Каждый тоже получил Себе Закладочку Поэтому Я вот думаю Мне приятно В каждую посылку что-то вкладывать И когда человек Не просто получает свой заказ Но еще и какой-то подарок Так что я думаю Что Буду вкладывать В какой-то момент Просто К заказу Мне кажется Много есть Рукодельниц Посмотрите Какой цвет красивый Смотрите Такой блестящий Коричневый Мне кажется Что много есть Рукодельниц Которые тоже Канцелярские маньяки Поэтому Скорее всего Они обрадуются Ручечке Красивой Которой можно Что-то где-то Писать Так Ну Ой Тут для Марины Давайте для Марины Оставим Напоследок Я прям Я прям Сегодня Удивительной Выдержкой Обладаю Мне что-то Присыл Может там Есть письмо Так Ладно Будем Разрывать Сколько мы С вами Этим уже Занимаемся Это можно Было бы В отдельное Видео Выпускать Так Здесь тоже Написаны Остатки Такие маленькие Ой Тут С двух сторон Они прям Уже Объединены Может Вот эти Вот маленькие Тоже вкладывают В подарок Посмотрим Я если что-то Такое Совсем маленькое Я иногда Тоже вкладываю В подарок Только Вчера Купили Такого Гнома У меня И несколько Человек Там Девушка Его забронировала И то ли У нее свет Пропал То ли Что Короче Она пропала Минут на 50 И все эти 50 минут Каждое третье сообщение У меня было Бронь Бронь Возьму гнома Возьму гнома И я каждое Выпишу Я уже захожу На страницу Этой девушки Смотрю Там не в онлайне Или она случайно Потому что уже Хочу его просто убрать Чтобы мне уже люди Не писали про этого гнома Ну вот Я думаю Все кто хотел гнома У меня есть теперь Еще один гном Класс Так У меня уже Скоро тут Вот эта конструкция Будет Которую я в стороне Складываю Будет Рушиться Новые наборчики Ух ты Что-то там Такое Интересное Открываем Такой Мишка И здесь Посмотрите Схема Нанесена На деревянную Заготовку Вы когда-то Такое видели Деревянная Заготовка С нанесенной Схемой Мне кажется Что бумажная Тоже есть Но это Интересно Такой Мишка Пингвин Тоже С нанесенным Рисунком Так И здесь У нас Вот машинки Бабочки И вот Такой Мотоцикл Здорово Вкладываем Так Я вижу Там Волшебная Страна Мне кажется Там тоже И новые И остатки Еще я вижу Кое-что Что тоже Мне Порой Бывает Очень надо Я вижу Пачку кофе Класс Я наверное Уже Не буду Вкладывать Никому В подарок Пачку кофе Спасибо Большое Кстати Не знаю У нас Такой Продают Ну Лаваться Понятно Продают А вот Именно Такой Спасибо Так Здесь Я так Понимаю Остатки От Вернее Схемки Волшебной Страны А вот Там Мне кажется Новые Наборы Хотя Не факт Да Тут Схемки Схемки Просто С номерами Висером Вот Кстати Это все Такие Относительные Новинки Вот Эти Вот Уже Нет Это По-моему Тоже Вот Эта Старенькая Я еще Давно Давно Вышивала Свинка Так Тоже Машинка Карета Ой Да Карета Тыква Такая Машинка Машинки Тоже Можно Вдвоем В общем Посмотрим Как Как мы Будем С волшебной Страной Поступать Все-таки Это просто Схемки Без Материалов Посмотрим Может Тоже В подарок Вкладывать В общем Разберемся Если у вас Есть какие-то Соображения По этому Поводу Скажите И Здесь Все Компактненько Сложено Нет Здесь тоже Остатки А Кстати Надо было Наверное И другой Стороной Крутить Тут От Ёлки От Вазы Разбегаются От Еще Одной Вазы В общем Наша Отправительница Не только Вышивает Много Милхила Но еще И много Волшебной Страны Я все Таки Очень Сильно Надеюсь Что Вот В этом Вот Там Где Написано Для Марины Там Будет Письмо Потому Что Я Ничего Из этого Не Видела Ничего Из этого Не Помню Поэтому Не Не Сильно Удачная Фотография Волшебной Страны Этот Санта Я его Вышивала Он Такой Красивый Вживую Как они Сделали Такую Фотографию Это Вообще Отдельная История И Такие Вот В общем Я Ничего Из этого Не Узнаю Соответственно Мне Человек Когда просил Адрес Не Рассказывал Ни О чем Из этого И я Даже При всем Желании Не Смогу Найти В Директе Инстаграм Отправителя Поэтому Я Надеюсь Что Как-то Мы Это Выясним Но Опять же В комментариях В любом Случа Я Надеюсь Что Вы Откликнетесь На Мой Зов Так Это У нас Новые Наборы Судя По Всему Вот Такой Джанлин Такой Тяжеленький Я Такого Даже Никогда Не Держала В руках Видела Дизайн Но В руках Не Держала Очень Красивый Так Вот Такой Буцилы Вскрыт Но Новый С Металликом Ты Гувернер В общем Ну Вы Поняли Да Если Я Смогла Свою Силу Воли Натренировать На то Чтобы Не открыть Сразу Вот Этот Пакетик То Вот Тут По-моему Моя Сила Воли Сейчас Я слышу Какие-то Удаляющиеся Шаги Мне кажется Что Сила Воли Уходит В общем Мы видели С вами Схему Несколько Минут Назад Этого Набора И Вот Он Набор Здесь Кстати Видно Что Вышивалась На Прозрачной Пластиковой Конве Видите Четко Видно На Краях А Тут Лежит Белая Ну Я думаю Что Это Не Очень Принципиально Кажется Я даже Знаю Кто Купит Этот Набор Ладно Попробуем Конечно Себя Держать В руках Но Не факт Не факт Вот Такой Вот Те Гувернер Тоже Новый Набор Просто Посылка С этими С Какими-то Сокровищами Вот Это Все Нет Не все Диме Марина Может Захотите Себе Подушку Со своими Любимыми Птахами Не следа Это Вам Спокойно Человек С эмоциональными Качелями Смотрите Шерсть Шерстяные Ниточки Можно Вышить Вот Таких Вот Калибри Класс Спасибо Огромное Тут Страмин Как Понимаю Это даже Какой-то С Девяносто Восемьдесят Восьмого Года Набор Набор Восемьдесят Восьмого Года У меня просто слов нет Серьезно У меня просто слов нет Спасибо вам огромное Я даже не знаю Что сказать Честно Просто не знаю Что сказать Так Давайте Распакуем Дим Скотч Давайте Еще скотч Такая фея Ну Сейчас Я в полотенце Сейчас Предстану Во всей красе В общем Такая вот Фея Ну Тоже Новый Наборчик С Такой Красивый Конвой Такая Девушка У нас А Тут еще Вот Лошади От Лукаса Тоже Новый Набор Вот Такая Девушка По-моему Сейчас Как раз Мы Смотрели Это В этой Ж Была Вышивальная Неделя Ой Вышивальная Неделя Ну Вы поняли В общем Вот такая У нас Сейчас Будет Продаваться В ближайшее Время И вот Такая Девушка Вот Ланарты Нитки Класс Так Ага Здесь Открытки Открытки Волшебной Волшебной Страны Я так Понимаю Это Для Того Чтобы Вкладывать Я говорила Тоже В какой-то Вышивальной Неделе Что я Подписывала Раньше Открыточки В подарки Спасибо большое Это Обязательно Пригодится И давайте Откроем Наконец-то Вот Это Вот Вот Этот Конвертик Хотя Я и так Тут уже Получила Подарков Еще До него Не добравшись Так Открываем Что тут у нас Еда Оно так Просвечивало Через пакет Я подумала Что это Этот Ну какие-то Тоже Типа Что-то В баночках А это Сыр Так Теперь По происхождению Сыра Мы можем Узнать Откуда Это Приехало Я так Понимаю Так Сейчас Будем Выяснять Но Судя по всему Да Письма Нет Письма Нет Я думаю Что это Италия Угу Да Сейчас Воспользуемся Переводчиком Но мне кажется Что это посылка Которая Из Италии Ну в общем Я нагуглила Что штрих-коды 800-839 Это Италия У нас тут 802 Поэтому Я думаю Что да Спасибо вам огромное Просто Вы действительно Прислали нам Целую коробку Сокровищ Я обязательно Узнаю Как вас зовут И обязательно Вас поблагодарю Еще в инстаграм Когда найду Ну просто Огромнейшее Огромнейшее Вам спасибо За то Что так Существенно Так сильно Поучаствовали В нашей Распродаже Спасибо Это снова я Мы с вами Не виделись Наверное Где-то час Может быть полтора Я успела Сходить на почту Забрать Еще Одну посылку Подождите Не одну Две Две Где еще одна посылка Тут неловкий момент Боже У меня чуть сердце Не стало Вот Вот еще Одна посылка Я Ой-ой-ой В общем Успела я отправить посылки Забрать посылки Я Объявила Среди своих подруг Такой мозговой штурм На название Для этой рубрики Было много Разных вариантов Но я думаю Что я остановлюсь На названии Добро для добра Мне кажется Что это очень Очень хорошо Описывает То, чем мы тут С вами занимаемся И давайте Быстренько Откроем эту посылку Эти две посылки И на этом Будем завершать Выпуск На этой неделе Я так понимаю Что он будет Двухчасовой Поэтому Кто любит Под мою болтовню Вышивать Просто Просто у вас Будет новая рубрика Значит Это посылка У нас От Надежды Из Львова И здесь Кстати Тоже Вот такая Вот штука Пакет С двухэтапным Открыванием Сейчас я попробую Его А хотя Ладно Сейчас попробуем Открыть А нет Открывается Открывается А он Что-то Просто Обзорщик от Бога Пакет не может Открыть Так Он уже у нас Был закрыт На вторую штуку Поэтому я И Ага Я помню Это мы Вчера Переписывались По-моему С девушкой Значит Да Надежда Из Львова Все правильно Здесь у нас Наборы Она сказала Что наборы Новые И что-то там Еще тяжелое Тяжелое Это шоколадка Так Все Больше ничего нет У меня навязчивая идея Мне там кто-то писал Что чуть Не Потерял В пакете Маячок Который я вкладываю В подарок Там вот эти маячки Закладки И я теперь Проверяю пакеты Как ненормальные Боюсь Что-то забыть Спасибо большое За вкусняшки Вот такие Вот два набора Я вообще думаю Что пойдут Как парные Это новый набор Я помню Мы буквально Вчера переписывались И вот Уже все Приехало И вот такая Вот девочка Уже новенький наборчик Спасибо Огромная Надежда Спасибо вам И вот эта Вот посылка У нас Вот это Надо было ее перевернуть Другой строй Так От Ольги Из города Вишневая Открываем Посылка тяжелая Она по-моему 7 килограмм У нас Была Есть Собственно Открываем И видим Большой пакет Так Давайте его Слушайте Какой он тяжелый Шуба Е-мое Бугошечки Он тяжелый Как будто там кирпичи Сейчас будем разбираться Как здесь Ничего больше нет У меня вообще К сожалению Некие Переключения С правой рукой Это Будет темой Я думаю Отдельного видео Но Ну в смысле Не отдельного видео Нет Не отдельного видео Но в вышивальных Неделях буду упоминать Поэтому мне правой рукой Мне надо стараться Больше делать левой рукой Скажем так Потому что правая У меня немного Пострадавшая Я вижу письмо Я вижу письмо И сейчас ей Ой Большое письмо Так Погодите А здесь прямо Описание Здесь описание Всего что лежит Здесь это Инструкция по прохождению Этой компьютерной игры Так Ольга Уверена Что мой Труд Ну я думаю Это наш труд Общий Приближает Нашу победу Я тоже в это Очень верю Спасибо вам большое Спасибо вам большое За теплые слова И Ольга Пишет Что будет Очень рада Если я оставлю Какой-нибудь Набор Себе В качестве Подарка И здесь Есть Описание Семи наборов Которые мы увидим Внутри Так Ну давайте Наверное Как-то Вот так Вот Как-то вот так С вами сделаем И будем доставать Так Тут Вышивальные Трекеры Можно что-то Это стирается Или тут надо Вписать Нет Тут наверное Надо писать Вписывать Да Количество крестиков Скорее всего Прикольный Можно кстати В подарок Тоже Вкладывать Вот такой Наборчик С Ангелочком Это Я так понимаю Остатки Не остатки Это схемки Вот Вот Таких Милхилов Здесь Набор От Фрузелка Ой Я вот сейчас В какой-то момент Он начатый Начатый Наборчик Мне жалко Отдавать Начатый Наборчик Я думаю Что кто-нибудь Конечно Купит Мог бы Вышиться Подсолнух Вы же были На пути Красивый У меня кстати Такого нет Как-то я его Пропустила Почему-то Надо будет Кстати Озадачить С этим вопросом А Там журналы Вот что такое Тяжелое Я поняла Пяльцы Нурги А вот эти Вот Эти тоже Нурги Четверка Ну эти Такие Тут что-то Надо Очень плотное Запяливать А вот эти Вот с винтом Номер 7 Так Здесь Так Милхил Только схемы Чистые Мы нашли Фрузелок Вышито Пару ниток Все комплектующие На месте Это мы нашли Маркеры Пяльца Намотчик Мулине Маркер Вот я вижу Белый маркер Голубой маркер Намотчик Мулине Найдем Наверное Так Игрушки Ангел Дименшинс Новый Не открывался Дименшинс Петит Все новые Не открывались Дименшинс Петит Это у нас Вот такие Вот пионы В вазе Кораблик Маяк Я вот кстати Тоже Таких думала Здесь Пришивные элементы Их очень красиво Оформляют Двоих В общем Я иногда Кто опять же Начнет следить За благотворительной Нашей распродажей С этого видео Я иногда Сама у себя Покупаю Да Я вот иногда Хожу в этот Благотворительный Магазин Маринки Прок И покупаю У себя Тоже Наборы Красивые Красивые Очень Так Здесь у нас Сапожок Сапожок Дименшинс Новый Открывался Все на месте Вот видно Вскрытый Но все на месте Красивый Дизайн Так Здесь у нас Ангелы От Евгения Колесникова Новые Открывались Все на месте Здесь даже Видите Покупался Ангел Сразу С Ой какой Красивый Смотрите Какой Красивый Листочек У меня В этом Какой-то Другой Был Листочек Значит Да Они сразу Покупались С нарезкой Ниток Такой Вот Ангел Юности У меня У меня По-моему Такой Есть Кажется В общем Надо будет Посмотреть И Весенний Тут тоже Цветочек Ну-ка Сейчас мы Его как-то Эть Перевернем Перевернем Да Вот он У меня Такой же Был там И Да С желудем Такой Лесной В общем Четыре Ангела С нарезками И вот Это все Это журналы Да Я уже знаю По опыту Распродаж Журналы Весят Просто тонну Просто тонну Так Снова Таки Правая рука Сейчас Мне спасибо За это Не скажет Поэтому Мы будем Тренировать Левую О Я нашла Намотчик Ниток Вот Намотчик Ниток Вот такая Вот штука Я когда-то Таким Тоже Пользовалась То есть получается Вот сюда Это ставится на коробку Для ниток Пластиковую Такую Ну или на какую-нибудь Поверхность Куда можно Ну вот Начнем вам показать Вот что-то типа Так Ну вот так вот То есть берется коробка Вот так вот На коробку Оно ставится Вынимается Вот этот вот Штыречек Сюда вставляется Бобинка В каждой бобинке Есть дырочка Сверху Вставляется Зажимается И Мотается Нитка Вот крутишь 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 И оно Наматывает Так Журналы Все о рукоделии У меня Я же не знаю Сколько комплектов Полной коллекции Журналов Все о рукоделии Прошло через мои Руки Надо будет их Посмотреть Пораскладывать По годам Но Судя опять же По моему опыту Боевому Тут Не исключено Что чуть не все Но надо будет Пересмотреть Поскладывать По годам Пофотографировать В общем Ольга Спасибо вам Еще раз Огромное Я постоянно Говорю эту фразу Все пойдет в дело Все пойдет в дело Понятно Безусловно Все в дело пойдет Я еще раз Сейчас сверюсь С письмом Да Вроде бы Все нашли Все хорошо Спасибо вам И спасибо вам Огромное За просмотр У нас был Такой Скажем так Пилотный выпуск Видео С распаковкой Видео С большим Количеством Добра Для добра Я надеюсь Что вам было Интересно Посмотреть это видео По крайней мере Мне интересно Было Пораспаковывать Все эти посылки Поделиться Своими Эмоциями С вами Эмоции Поверьте Вызывает Это Огромное Количество Это Такие Знаете Как через капельницу Такие вливания Позитива Которые Сейчас Всем нам Очень нужны И Опять же Напоминаю Что в ближайшие Недели Все что вы Увидите На Все что вы Увидели в этом Видео И в последующих Видео Из этой серии Будет появляться На моих Распродажах В инстаграм Но на следующей Неделе Я думаю Что у нас Будет Не распродажа Я хочу Попробовать Сделать Благотворительную Викторину Не викторину Господи Лотерею Лотерею Благотворительную Лотерею У меня Скорее всего Будет Три набора Будет Три победителя Не один Это Я думаю Вы знаете Принцип То есть Покупается Билетик Или несколько Билетиков Неограниченное Количество Билетиков Один Стоит Какую-то сумму Там 50 70 Грин Посмотрим Как я Решу Надо еще Подумать Вам присваивается Номер Или номера И потом В итоге Проводится Розыгрыш Где Генератором Случайных Чисел Выбирается Победитель В моем случае Три И вы получаете Наборы В подарок В моем случае Это будут Наборы У меня есть Целая коробка Раритетных Наборов Которые я вам Не показывала Которые в моих Вышивальных Неделях Нигде Не мелькали Это специально Сразу присылалось Мне На Лотерею Сразу С Уже Планами На проведение Лотереи И Я думаю Что Эти наборы Будут Стоит того Чтобы поучаствовать В Этой Инициативе И Опять же Напоминаю Все деньги Мы Перечисляем На фонд Поварный С живым С С момента Начала Съемки Этого Видео У нас Увеличилось По-моему У нас было 166 тысяч За вчерашний День Мы с вами Собрали Сейчас я вам Прям покажу В режиме Реального Времени За вчерашний День За вчерашнюю Распродажу Мы С вами Собрали Как я умею Тянуть интригу Вы оценили Да? Мы с вами Собрали 17 360 Гривен Вот Скорее всего Я их Буду Перечислять Это не Самый Большой Результат Который У нас Был Но Я думаю Что Мы Как-то Нагоним Самый Большой Результат Было 50 Тысяч За За Неделю Ну В общем Посмотрим Как будет Как зайдет Вам Лотерея Но Опять же Мне кажется Что Наборчики Такие Крутые Что Вам захочется В ней Поучаствовать А сейчас Спасибо Всем Кто Посмотрел Это Видео Спасибо Всем Кто Участвует В Распродаже И присылает Свои Наборы Я Уже В этой Деятельности Около Двух Месяцев Насколько Я понимаю И Конечно Вышивать Я стала Меньше В 10 Раз Но Пока У меня Хватает На это Все Вдохновение Я думаю Что Мы еще Много Хорошего С вами Сможем Сделать На этом На сегодня Все Спасибо Всем Огромное За внимание Удачи Вам Творческих Успехов И берегите Себя Пока